300 компаний, которые могут быть клиентом. Так, у меня вопрос. Можно дурацкий задам? У тебя есть список этих компаний? Список 300 компаний, которые потенциальны твои заказчики? Список есть. Телефоны есть там в списке? Конечно есть. А почему вы с ними не бухаете до сих пор? Ну, бухаю время от времени. Я объясню. Есть такие специально обученные люди. Они по-американски называются бизнес-девелопмент-менеджеры. По-русски называется... Я перезвоню, прости. Иногда заместитель генерального директора по работе с ключевыми клиентами. Или просто заместитель генерального. Или там первый заместитель генерального. Это специально обученные люди, которые приходят к другим специально обученным гражданам, работают печенью интенсивно, годами. Для того, чтобы у вас были продажи. Потому что если у вас есть лист ваших клиентов, в принципе, понятно, то надо делать вот это. То же самое. Это как с контекстом набор. Не достаточно один раз побухать. Нужно бухать регулярно. С одним и тем же. Да, как бы. Мне сейчас вопрос. Дело в том, что помимо государственных структур, да, вот их там 300 предприятий, есть еще и частные компании какие-то, которые тоже занимаются проектом. Ну, такие небольшие фирмы. Смотри, поможем их 500. Ну, хорошо, 500. Еще соходим. Так или иначе, вопрос заключается в том, что нужно ли что-то с сайтом делать, ну, как-то там продвигать его, как-то что-то там рекламировать. Смотри, я знаю, какие-то минимальные. Ребят, вот все сейчас послушайте меня. Я вам это как-то объяснял, не помню. Раз 30. Раз 30. Короче, вот смотрите, вот у вас есть, короче, знаете, вот эта штука, которая называется типа там воронка продаж. Она там по-разному рисуется, но обычно там воронка рисуется. И вот дело в том, что я ее рисую обычной бабочкой. Знаете, почему? Потому что вот здесь у нас в серединке это первая покупка. Первая покупка. Вот здесь у нас вторая покупка. Вот здесь у нас там рекомендация. Теперь смотрите, какая фигня, короче. Твою же. Да за обе это на нем? Не, ну подожди, это нехорошо, если маркеры падают. Я просто слабею, когда без еды, знаете. Вот. Здесь у нас, вот здесь у нас этапы продаж. Цепочки продаж, вот это все, там разница, аналитик, разные юзер-сценарии. Выявление лица принимающего решения. Да, да, да. То есть вот здесь вот вы выясняете, где-то здесь вы выясняете, кто принимает решение. Кто лицо, кто ЛПР ваш. Потом вы немножечко выясняете, чем он занимается, как у него жену зовут, детей, что на день рождения любят. Вот тут вот вы начинаете с ним бухать. Вот здесь вот вы с ним подписываете договор. Вот здесь вот он перечислил вам деньги. Ну, как бы. Вот здесь вот он перечислил вам деньги второй раз. Вот здесь вот он сказал, что, Семенович, ты знаешь, короче, я тут знаю одних пацанов, а не ничего. Вот вам надо начинать строить процесс продаж вот с последнего пункта. В этом случае у вас продажи будут стабильно расти всегда. Даже, то есть, в чем, как только вы простроили вот эту часть воронки, то, что происходит после первой покупки, дальше вы можете ее масштабировать, наливая туда трафик. Если у вас повторяемость, как бы, платежей у клиентов не простроена, в этом случае вы работаете на рекламное агентство. То есть, вы поставляете им деньги, чтобы они могли обеспечить вам оборот, который даст им снова бюджет. И все, больше вы ничего не делаете. У меня сейчас три, две компании за эту неделю обратились ко мне, которые торгуют шмотками. Они говорят, у нас высокая стоимость лида, короче, что ты у нас, короче, мы в ноль работаем второй год подряд. Два года, прикиньте, люди два года, это семь кварталов подряд. Семь кварталов, ну почти два года, окей. Слушай, в ноль на шмотках, это они молодцы. Из инвестиций, что ли? Да, у них нет денег, чувак. Они, короче, они реально работают в ноль почти два года. Я говорю, скажите, а что вам не пришло в голову позвонить мне, как бы, год назад? Ну, потому что телефоны-то точно есть, как бы, знакомые. Они такие, ну, мы думали, мы сами, как бы, справимся. Я говорю, хорошо, когда вы год работаете в ноль, вы можете понять, что вы сами не справляетесь? Вот, у них такая же фигня, они строили продажи вот отсюда. Они пришли такие, ну, к ним пришел нормальный обычный маркетолог, выпускник МГИМО, по-моему, вот, и сказал, я буду с вами заниматься маркетингом, короче, все будет хорошо. Вот, вы не переживайте, у меня там английский и испанский беглые разговорные. Они говорят, зашибись, чувак, супер. Не, я реально общался просто с этими всеми гражданами по телефону сегодня. Это просто, ну, это вот так выглядит. У вас такая же ситуация сейчас. Стройте продажи вот отсюда, просто с этого хвоста начните. Вы знаете 300 человек, которые у вас, как бы, ваши потенциальные заказчики из оборонки? Начните с них, начните вот с этой курмы. Сделайте так, чтобы там 50 из них вас рекомендовали. Что нужно сделать для этого? Корпоративное обучение бесплатное для этих самых, для заказчиков на нашей территории. Приезжаете, мы корпоративно, значит, учимся первый день, потом, значит, вечер пухаем. В сауне учиться. Вы учитесь в сауне? В сауне? Чему-то новому? Нет, это не корпоративное обучение. Ну, окей, возможно, возможно, как бы, там должна быть сауна. Маленькая такая, на две попы. Вот, короче, дело не в этом. Дело в том, что вы их вытаскиваете на свою территорию, вы спокойно им рассказываете про свои продукты, про перспективы, про космос, про вот это вот все. Потом вечером они люто-бешено бухают, знакомятся между собой и знакомятся с вами. В общем, если их всего триста, скорее всего, между собой они уже знакомы. Ну, там пусть может, да. Вот. После этого на второй день надо дать им поспать, потом провести какой-нибудь милый корпоративный тимбилдинг часа на два и помахать ручкой. Вот, как бы, ну, российский B2B. Кстати, прикол, знаете, чем он отличается от канадского B2B? Марками алкоголя, больше ничем. Серьезно. Ну, то есть, ну, как бы, там реально, вот, ну, как бы, процесс так же построен. Вот. Значит, еще вопросы? Я, когда начинал бизнес, я сделал две холодные продажи сам, с телефона. Все. Героические. Да, героические, реальные. Я ненавижу их. Не, я сделал, ну, как, я только начал, я уволился, да, там, деньги, что-то кушать, кушать, да, там, да. Вот, я сделал две продажи. Я готов был делать больше, но нас не хватало времени, потому что просто такая сарафанка была дикая. Мы не успевали. Ну, вот, контекст мы начинали, да, там, вот, там, три года назад я начинал контекст, да, там, вот мы сделали две продажи, и этого хватило для сарафанки. Да, да, да. Больше у них не шло. Вот, а вот Саша, вот Саша, СММщик, да, у них четыре поста в год, да, там. Мы не плохо понимаем, что генерит нам продажи и кэш на самом деле, поэтому, ну, для нас это не канал вообще, не взаимодействие с аудиторией, ничего. Для нас канал взаимодействия с аудиторией – это личный телефон и скайп, и персональная переписка. Вот, вопросы? Давайте еще один, или два, или пять. Канал LinkedIn для YouTube работает? Смотря для какого, для какой категории, в целом, скорее, нет, чем «да». Для наеха встанавливает? Нет, ну, скорее для информации, если интернет кто-то сошел встанавливает, он зайдет, посмотрит, что становится. Ну, рекламы нет. Надо тестировать. Потому что, пока что, это не самый дешевый трафик, который еще и получать геморду. Потому что, если для Facebook, ВКонтакте, для всех остальных соцсеток у нас есть какая-то автоматизация и всякое такое, то для LinkedIn этого всего просто нет. Это, во-первых. Во-вторых, вопрос количества трафика, которое тебе нужно. Ну, то есть, суть в том, что, если тебе, например, 100 лидов, ну, всего, вот, то совершенно не факт, что ты их оттуда получишь. Это, во-первых. Во-вторых, это сильно зависит от того, кого конкретно тебе надо вылупить. То есть, есть категории людей, которые LinkedIn пользуются on a daily basis, что называется. То есть, есть, например, граждане, которые занимаются BDM, бизнес-девелопментом из среднего бизнеса международного. Они в LinkedIn сидят перманентно. Есть граждане, например, HR, которые сидят в LinkedIn перманентно, потому что они там смотрят на этих самых, на кандидатов и на начальство и смотрят, кто куда, короче, это самое. А никакой автоматизации у HR-ов российских нету, чтобы смотреть автоматически, кто статус меняет. При том, что что? Потому что они образованные и интеллектуалы. Вот. Слушайте, да, эти системы автоматизации супер-жоба внутренние, блин, это вообще отдельно прям. Это просто, я не знаю. Мне кажется, там, знаете, там внутри головы сидит, короче, какой-то коклин, который говорит, а давайте все сделаем оранжевый, оранжевый. А потом они их пересаживают в одноклассник. Ну, короче, дело не в этом. Я просто к тому, что это сильно зависит от сегмента, который ты ищешь. Если у тебя сегмент людей, которые тебе интересны и их дешевле покупать на сайте знакомств типа Mamba, то как бы это огонь. Используй эту фигню. Ну, реально. А еще лучше в PlayMamba.ru. Ну, просто суть в чем, я, например, активно пользовался сайтом знакомств для того, чтобы набирать офис-менеджеров, секретарей, сотрудников колл-центра. Отлично работаем. Реально огонь. Почему? Что почему? Там они есть. В смысле? Я просто хочу понять, почему такое инструмент? Потому что это дешево. Ну, в смысле, я говорю, бесплатно. Там можно социальные параметры выставить. Ты выставляешь возраст, короче. Без высшего образования. Без высшего образования. И с интересами серии, там, готовка, дача, спорт и отдых. Ну, какой-нибудь такой ад. И тебе прямо 6000 человек в онлайне сейчас. Ты такой, окей, мне нужен офис-менеджер. Ты просто составляешь текст, типа, о, привет, слушай, там, мне очень понравилась твоя анкета, ты клевая, мне кажется, ты вообще такая супер. У нас на работе полно таких классных, как ты. Она такая, у вас на работе? А зачем ты мне рассказываешь про свою работу? А из-за того, что заход нестандартный, ну, то есть, ничего, ёпты, а что-то другое, у нас сразу же начинает реагировать активнее. И все. То есть, это просто дешево. То есть, работало на сегментах. Ну, как бы. Не, я понимаю, что обычно эти сайты используются для другого, но, как бы, для дейтинга, мне кажется, они вообще не подходят. Чего года только не это. Не, ну, просто ты реально ходишь на 40 свиданий, там, за два месяца, и просто, вот, ну, то есть, свидания, похожие на собеседование. Знаете, вот это вот фигню. Вот это начинается где-то с пятого. Окей, короче, я просто, это все к чему. Клиентский сегмент, когда ты понимаешь, как он выглядит, ты его нормально описываешь, и порушаешься, как бы, в голову представителя этого сегмента, тогда ты понимаешь, где их взять. И в этом случае тебе просто пофигу, какие инструменты ты будешь использовать. И, на самом деле, бывают очень нестандартные кейсы, вот. Мы с тобой сегодня будем обсуждать нестандартные кейсы. Блин, Саня, твари. Короче, был клиентик, ну, у него-то какой-то говеный сайт абсолютно, там, типа, из 90-х. И вот, там, они побухали и решили, мы хотим клевый сайт. Я просто участвовал в этом создании сайта, там, в прототипировании. Ну, они пришли, ну, в приличную компанию, такой, low premium. Вот, заказали сайтик за миллион рублей примерно. Вот, сделали мукапы, там, дизайнер сидел, да, там, коридорное тестирование, да, там, прототипы. Все клево, все как положено. Написали контент хороший, реально хороший. Выложили сайт. Та же самая рекламная компания, все то же самое. Они тупо, там, директ покупали, там, по трем запросам, да, там, и не парились. Клиентов нету. Вообще. Ни звонков, ничего. Ну, прям совсем, вот. А было, там, типа, 10 звонков в день, там, 2-3 клиента. Ну, как бы, миллион рублей, все-таки, как бы, как ни крути, потрачено. Типо, они, вы чего там, эти, вот, бандюганы такие. Обратились в юзабилити лаб, да, там, ребят, помогайте, мы не знаем. Все метрики нормально, да, там, глубина, время, возврат. Ну, ничего, просто не звонят, и все. Нет объяснения. Изабилити лаб тоже там все это дело потестировали, с глазками поигрались. Посмотрели, ребят, ну, сайт хороший, все сделано по правилам, не до чего докопаться нигде, нет выпадающих раздражений, все хорошо. Пришли к выводу, что люди, когда приходят на тот говеный сайт предыдущий, они думают, что, о, если сайт такой говеный, значит, нет наценки, значит, будет дешево. Хотя цена чуть-чуть выше рыночной. Другого объяснения мы не нашли. Есть только объяснение. Какое? Ну, у меня просто есть несколько сайтов по строительной тематике. Да, это стройка, естественно. И если сайт вылезан, на нем ничего не будет заказано. Потому что люди не верят, ну, то есть, если сайт, ну, такой трешовый, значит, за ним стоят реальные работяги. Если сайт так пидараш, то... В этих ребятах появилось бабло, а не подозрительное. Ну, это тот же самый абсурд, только вывернуть чуть-чуть в другую сторону. Ну, да, то есть, ну, вот с таким историей мы сталкивались, да, там. Хотя, кстати, я даже вот этим ребятам избенка, я верю, что они реально фермеры. У них настолько ублюдочный маркетинг, они до сих пор не могут понять, кто они. Вкусвил или избенка, или... Со стройкой, со всеми любыми штуками надо делать. Да. Вот этот кейс, вот этот кейс, про который ты говоришь, про который Женя говорит, значит, этот кейс, он построен на том, что люди, когда делают какой-либо продукт коммуникационный, они совершенно не задумываются о том, какие стереотипы заставляют их целевую аудиторию как бы действовать, ну, в смысле, приводят к покупке. То есть, я объясню, как это выглядит. Вы построили воронки, короче, и вот они у вас вот здесь вот как бы какие-то действия, там продажи, кэш льется, и все как бы нормально. Но суть в том, что нужно вот здесь вот ответить на вопросы, почему этот человек на самом деле завершает все эти действия последовательно в каждый из этих моментов. То есть, ответ на вопрос там, почему он с этого объявления перешел на сайт, а не с какого-то другого. Почему он на этом сайте провел там пять минут и сделал заказ, а на другом сайте, мы переделали дизайн, он провел три минуты и сделал заказ. А какой сайт лучше? А какой сайт даст больше продаж? А какой мы эффект можем масштабировать? Как тело ТВ будет выше. Ну да, 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 вот эти пошлые вещи. И суть в том, что как только вы начнете копаться в голове у гражданина, который у вас что-то покупает, вы сразу же поймете, где эти граждане бывают чаще. То есть, например, мы с Женей будем обсуждать, возможно, там сегодня или завтра, вот эту историю… Завтра, Сань. Это скорее будет историей серии. Давай подумаем, что наша целевая аудитория покупает еще в интернете и будем размещать рекламу по запросам, там, я не знаю, дорогой детской одежды, условно. Ну, то есть, если молодая мама покупает дорогую детскую одежду в интернете, значит, есть большая вероятность того, что, во-первых, ее есть дети, во-вторых, что, как следствие, она из Москвы и может нашу колбасу тоже покупать. При этом я уверяю, что, скорее всего, в рекламной выдаче вот этих продуктов и товаров мы будем смотреться необычно. Потому что не так часто мясным деликатесам приходит в голову рекламироваться по запросам с детской одеждой. Вот. Ну, это просто одна из… Вопрос-то, как модерацию Яндекса пройти? Ну, там это есть, да? Да. Нам придется делать отдельную фотосессию, где какая-то колбаса в детской одежде. Знаете, сколько по улицам, сколько у детей? Да, 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 да. Не, я готов, я реально готов. Ну, то есть мы позовем стариков Инкишлина. У нас есть такое понятие, как бесконечная модерация. Иногда бывает ситуация, когда нужно пройти модерацию именно в таком варианте текста. Именно в таком написании, именно с такими словами. Отправляешь один раз, тебе говорят, отказанно, без объяснения причины. Ну, нормальная логика для Яндекса. Ты отправляешь второй раз, тебе говорят, вообще отвали. Так вот, у нас есть специальная кнопочка, затрахать, да, как бы. Вот, мы ее нажимаем, и как только, то есть, ну и дальше скрип начинает трахать Яндекс. У нас рекорд был там 67 итераций. То есть, и реально там 67-го раза мы прошли модерацию. То есть, там какой-то сонный менеджер, этот, менеджер в 4 часа, да, там, он все-таки нажал одобрить. Это максимум наш. Это максимум наш. В среднем, в среднем, в среднем 20-25, это среднее. Не, особенно прикольно, когда у тебя 10 тысяч объявлений, да, как бы. Там приколы начинаются на цифрах, короче, я так скажу. Да. Еще вопрос, пока мы еще здесь. Вы упоминали, просели знакомства, это ваш отдельный проект или ваш клиент? Давай, позорься. Позорься. Это мечта, это мечта стартапа его. Я неделю назад придумал эту хурму сделать, вот мы ее сейчас сделаем. Это отдельный проект, да? Просто, да, я придумал. У меня тоже, можно обсудить это? У вас тоже тестинг какой-то или что-то? Нет, это одна из форм получения клиента. Но я позже объясню, это надо рисовать. У вас что за услуга? Мы занимаемся цифровкой поведения человека в офлайне, ну, то есть с помощью биконов и так далее. Мы железный проект внизу, мы пытаемся реализовать CPA в офлайне. То есть вот, мы взяли и сказали... Не, не, не надо, я как-то работает. И занесли в кассу положили. Да, я понял, поговорим. Не сейчас, через год примерно. Не, я бы, я, я... Ты спросил, какой проект, я ответил, но это никак не связано с тем, что я спрашивал до этого. Короче. Хорошо. Хорошо. Все, что я могу сказать, хорошо. Окей, еще вопросы? Или все уже? Ну? Да, да, да. А, все, да? Отлично, до свидания. Можно? Курить? Можно визиточку? Нет, нет, визитки записывай. Есть там визбуки? Записывайте.